Уникальные открытия ученых дают человечеству шанс не только выжить, но и как можно дольше оставаться молодым и здоровым. Сегодня геронтологи всего мира уверены, что мы умираем не от старости, а от болезней, которые передаются генетически или обрушиваются на нас с возрастом. А совсем недавно российские ученые выяснили, какие болезни чаще всего ускоряют старение организма. Это болезни зубов. Когда человек не может тщательно пережевывать пищу, организм теряет способность правильно ее усваивать. Со временем это может привести к необратимым последствиям. Наше тело и органы начинают стареть быстрее. Именно этот факт заставил ученых искать средства, которые способны не только лечить, но и полностью восстанавливать разрушенные костные ткани. Такой панацеей стали препараты на основе пептидных биорегуляторов. Вот эта пациентка, она пришла уже ко мне тогда, когда у нее практически большинство зубов было удалено. И удалены они были именно по той причине, что мы видим. Это снимок в начале, когда мы только начали с ней это делать. Вот она обширная, грудненная. И, в общем-то, она уже была настроена на то, что этот зуб тоже ей придется удалить. Но очень ей не хотелось, естественно, этого делать. Поэтому мы попытались этот зуб ей вылечить. И нам это удалось. Вот это ее снимок на этапе лечения, после планировки канала, проведенной терапией. Это снимок в конце. Когда мы закончили, то здесь можно увидеть, что костная ткань абсолютно полностью восстановилась. И она точно такая же по структуре, как и в области рядом стоящего здорового зуба. Результаты по восстановлению костной ткани вообще, честно говоря, потрясающие. Потому что в некоторых случаях рост был вообще такой достаточно необычный. То есть там, где, в общем-то, мы его особо и не ждали, он вдруг появился. Это касается вертикальной убыли кости. То есть когда кость уходила по вертикали, и мы видели вертикальный же и прирост костной ткани. Это достаточно сложно добиться даже при хирургических пластиках костной ткани. То есть тогда, когда мы искусственно вводим препараты, костные заменители и специальные направители, так называемые мембраны, для того, чтобы заставить кость расти вертикально вверх. Сегодня экспериментально доказано, что препараты на основе пептидных биорегуляторов способны точечно воздействовать на повреждённую ткань или орган. Невероятно, но эти лекарственные вещества действительно продлевают жизнь клетки. Именно поэтому фармакологи добавили в глазные капли лекарственные мази для спортсменов и препараты для стоматологов. И такого уникального лекарственного препарата нигде, ни в США, ни в Европе до сих пор не существует.